Здравствуйте! Сегодня мы открываем цикл программ под названием «Русская культура. Истории ОМ». В последующих передачах мы с вами будем знакомиться с традициями, историей, литературой, краеведением. А первый выпуск мы решили посвятить русскому языку. И не случайно. Ведь народ полнее всего выражает себя в своем языке. Сегодня в выпуске. К чему могут привести многочисленные заимствования в русском языке? Почему кириллицу все чаще заменяют латиницей? О сходстве языков разных групп. По мнению многих специалистов-филологов, начиная с начала 2000-х годов, в русском языке начались глобальные изменения, связанные с американизацией языка. Сам процесс заимствования не скрывает в себе никакой опасности. Это лишь следствие того, что язык живет и развивается. Если посмотреть на историю человечества, то можно увидеть, какую огромную роль сыграли греческие и латинские языки в Европе. Старославянский в славянском мире, арабский на Востоке. Но специалистов тревожит не сам процесс заимствований, а тот ускоренный темп, которым этот процесс идет. Никогда в истории не было такого количества заимствований. Причем большее число новых слов имеют русские аналоги. А значит, их появление в нашей лексике не обосновано. Если говорить о каких-то национальных причинах, язык ведь это что? Это одно из средств, объединяющих нацию. Потому что нация характеризуется через единство территории, единство экономики, менталитета и единство языка. Вот четыре фактора. И, соответственно, единство языка – это так же важно, как, предположим, единство территории. И все понимают, как страшно потерять свою территорию. Точно так же страшно потерять свой язык. В России процесс бесконтрольного заимствования приводит к тому, что старшее поколение смотрит на молодежь, как на людей с другой планеты. Да и сама молодежь не всегда друг друга понимает. А вам знакомо такое слово, как промоушен? Ну, вообще-то немного знакомо, да. А что оно означает, вы знаете? Ну, это коммерческие фермы, когда вот торгуют, у них бывают промоушены. Вот. А что это обозначает, как бы, я так понимаю, что это какие-то там типа презенты или подарки. Скажите, пожалуйста, вы знаете такое слово, как апгрейд? Нет. А слово «чел» вам встречалось? Да. А что оно означает? Ну, в смысле человек в сокращенном виде. А вы используете сокращение в своем? Нет. А скажите, в русском языке много слов, значения которых вы не знаете? Ну, достаточно. Скажите, а вы знаете такое слово апгрейд? Нет, что-то не слышно. Наверное, уже все. А промоушен? А промоушен знаю, конечно же. А что оно означает? Ну, промоушен – это промоакция, продвижение чего-то. А скажите, в русском языке сейчас много слов, которые вам не знакомы? Ну, бывает, отречается, конечно. Скажите, пожалуйста, а вам знакомо такое слово, как апгрейд? Естественно. А что оно означает? Улучшение. А слово промоушен? Да. Это уже известно. Ну, продвижение, ну, реклама, например. Скажите, пожалуйста, а вам знакомо слово брифинг? Нет. Нет. Никогда не встречали? Нет. А слово промоушен? Немножко знакомо. А что оно такое? Что-то связанное с промоутерами, наверное, промоакции какие-нибудь, сопровождение, проводение, не знаю, акции проводят, что-нибудь такое, наверное. Как мы видим, современные слова непонятны для многих. Например, слово апгрейд означает обновление аппаратной части компьютерных сетей, а промоушен дословно обозначает продвижение, раскрутка. Как ни странно, но с появлением новых слов русская речь становится более примитивной, а связано это с тем, что русский язык пропитан душой народа. Возьмите русское слово пол, вспомните, как мы оформляем какую-нибудь анкету, пишем там секс, да, пол, синоним этого слова секс. Почему пол в русском языке? Не знаю, это вполне вероятно народная этимология, но это тоже показательно для народного сознания. Пол – это половина, ведь, как сказано в Евангелии, муж и жена – половина друг друга. Отсюда пол. И исчезает это значение в английском слове. Вообще, русский язык отражает народную философию, народную мудрость. И сохранить это очень важно, ведь мы же хотим остаться народом. Специалисты утверждают, что причиной заимствования иностранных слов является новаторство в разных сферах деятельности. И действительно, 15-20 лет назад в России даже не знали, кто такой менеджер по продажам. Сейчас это должность одна из самых популярных и востребованных. Еще одна причина, которую выделяют специалисты-филологи, это отсутствие в родном языке эквивалентного слова для нового предмета или понятия. Это тоже похоже на правду. Но чем можно заменить слово «плеер» или «диск»? Но все же у большинства заимствований имеются русские аналоги. Есть страны, в которых английский язык используется чаще, чем свой родной. Например, Индия. Но из истории мы знаем, что эта страна на протяжении многих лет была английской колонией. И там у людей просто не было выбора. У нас выбор есть. И что будет с русским языком в будущем, зависит от каждого. Михаил Васильевич Ломоносов считает, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Но сейчас все чаще можно встретить не просто слова заимствованные, а слова, написанные сразу на двух языках – английском и русском. К чему это может привести? Еще одна не менее острая проблема в современном русском языке – это написание одного слова русскими и латинскими буквами. Витрины магазинов, кафе и даже названия журналов порой становятся двуязычными. Рекламодатели считают, что данный ход позволит привлечь большее внимание к их продукции. Специалисты уверены, что это может просто уничтожить русский язык, культуру и даже сам народ. Со временем все без исключения стали привыкать к вывескам и названиям на английском языке. А это может привести к потере национальной самоидентификации. Когда-то в самом конце XX века в Польше была такая лаборатория, которая статистическими методами изучала состояние языков. И вот тогда, проанализировав очень много языков в разные исторические периоды, ученые пришли к выводу о том, что количество слов, которые мы воспринимаем как заимствованные, то есть те, которые пришли совсем недавно в язык и еще не успели адаптироваться к языку, вот количество этих слов не должно превышать 15% в языке. Я думаю, что сейчас этот процент пошел на спад. Все-таки меньше у нас заимствуется этих слов. Но вот те же самые польские ученые, анализируя этот процесс, говорили о том, что превышение предела заимствования в языке – это показатель не только уровня развития языка, но это показатель состояния и народа, и государства, и вот всех тех условий, в которых государство живет, существует. Это показатель того, что государство находится в очень зависимом положении и испытывает очень серьезное влияние. Часто в проблемах, связанных с языком, виноваты системы образования, которые постоянно реформируются. Благодаря этим реформам из современной школы ушла риторика – дети перестали грамотно излагать свои мысли. Ну, еще что касается проблем в языке, я бы, наверное, сказала о нежелании и неумении, и, наверное, очень большой роли школы и вообще образования в изучении норм, правил языка. Потому что, на самом деле, их не так уж много. Норм, которые мы должны соблюдать для того, чтобы адекватно быть принятыми обществом, и для того, чтобы наше общение было продуктивным, результативным, чтобы нас, в принципе, понимали. Потому что главная задача высказывания – быть понятым, иначе высказывание лишено смысла. Многие иностранцы, изучающие русский язык, напротив, учат все правила, ведь иначе их никто не поймет. Русский язык становится все популярнее в мире, и нам есть чем гордиться. Это язык, на котором писал Пушкин, Достоевский и Тургенев. Язык, на котором общались наши предки. И, наконец, это язык, на котором разговаривают наши близкие. Иван Сергеевич Тургенев однажды написал «Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык. Истинная любовь к своей стране немыслимо, без любви к своему языку. Языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последних дней своей жизни». Интересно, что во всех ныне существующих языках есть слова, которые звучат, пишутся или обозначают одно и то же. Если взять, к примеру, арабский язык, то мы увидим очень много общего с русским. Казалось бы, языки разных групп. Что их может связывать? Ну вот, например, акула по-арабски обозначает прожорливое. Кстати, по-чешски она называется жеролок. Лебедь от арабского елбит – белые. Хамелеон с арабского переводится как «защищающийся цветом». В определенной степени все языки, абсолютно все языки схожи в силу всех физической природы человека. Ну, например, звуковой строй всех языков состоит из гласных и согласных, которые в потоке речи чередуются. Или, например, то, что практически во всех языках среди древнего слоя лексики, старого слоя лексики, происходит примерно одинаковая метафоризация. Дело в том, что человек, древний человек, когда начинал познавать мир, осваивать окружающий мир, он все примеривал по отношению к себе. Он сам для себя был мирилом всего. И поэтому, например, в русском языке мы встречаем много всевозможных понятий, связанных с частями человеческого тела. Ну, например, горный хребет, подножие горы, обочина у дороги от слова «бог». И подобные же переосмысления мы находим и в других языках. Или, например, у всех народов весна ассоциируется с рождением, с любовью. А, например, речь, как правило, ассоциируется с речным потоком. То есть вот это обусловлено вообще человеческой природой. Действительно, очень интересно, если русский язык вобрал в себя часть других, даже не родственных ему языков. Это неудивительно, ведь Русь была государством купеческим. Многие торговые пути проходили через славянские земли. Обилие языков и культур могло повлиять на развитие русской речи, а в дальнейшем и на формирование языка. Сходство между языками может быть связано с их родством или языковыми контактами, контактами между народами. Ну вот если говорить о контактах между народами, то здесь, во-первых, большое место занимает так называемая интернациональная лексика. То есть у всех или в большинстве неродственных языков мы находим такие современные слова, как, ну, например, радио, да, или компьютер, название видов спорта, политические термины и так далее. Но это, конечно, связано с особенностями нашей общественно-политической, научной жизни с развитием прогресса. Есть и слова, которые уже с глубокой древности появлялись в языках неродственных в результате заимствования из других соседних языков, в результате контактов между народами. Ну, например, русский язык – это один из индоевропейских языков, славянский язык, и угрофинские языки, собственно, финский, венгерский. Языки неродственные, это разные языковые семьи. Но, тем не менее, например, и в финском, и в венгерском языках мы находим древние заимствования из славянского языка. Здесь даже не приходится говорить из русского языка. Это были заимствования той эпохи, когда существовал общеславянский язык. Ну, например, такие слова, как толокно, солома, молния. То есть, понятно, что в финском, венгерском языках эти слова имеют другой фонетический облик. Но, тем не менее, бесспорно их заимствование из славянского языка. Это официальная версия возникновения русского языка. Кандидат филологических наук, преподаватель арабского языка, военный переводчик Николай Николаевич Вашкевич разработал и обосновал свою теорию об истории русского языка. По его теории арабский язык произошел от русского. Он утверждает, что почти любое непроизводное слово русского языка, прочитанное по-арабски, сразу же поясняет свой мотив и становится понятным, почему именно так данная вещь называется. Например, слово «волк», прочитанное наоборот, то есть «клов», с арабского переводится как «злой». «Бык» – «кыб» – как «рогатый». «Лиса» – «осил» – «хитрая». «Сорока» – «акорос» – «воровка». Богатство русского языка связано с историей его носителей, культурой и верой. Часто мы говорим, не задумываясь над смыслом сказанных слов. А ведь слова несут в себе очень важную эмоциональную нагрузку. Вот, например, никогда не замечали, что слова «верность» и «ревность» состоят из одних и тех же букв, а корень «вер» при этом является зеркальным отражением корня «рев». Вот отсюда и пошла народная мудрость. Чтобы не ревновать и не реветь, нужно верить. Читайте больше, узнавайте о своем родном языке. Он таит в себе немало интересных и нераскрытых загадок. И не забывайте, что в мире все изменчиво, но ухоженный вид, грамотные речи и книги – вот что всегда будет в моде. А я прощаюсь с вами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok